привет дорогие друзья сегодня у нас в ремонте вот такая лампа китайская но ней заказаны с алиэкспресса отработала она 7 лет в принципе это неплохой ресурс стояла она в ванной комнате очень подолгу работала там я уже разобрал уже кое-какие элементы подпаял лампа вообще довольно таки еще рабочие но она начала помидывать перемегиваться вот давайте же посмотрим что происходит в лампе я подпаял на выходной диодный мост посмотреть какие тут присутствует пульсация после выпрямления с диодного моста и сглаживания конденсатора вот сейчас мы это и проверим какое здесь какая форма сигнала так все подключил осциллограф подключил на выход диодного моста установил на щупе x10 чтобы не угробить осциллограф ну что давайте посмотрим какая у нас форма сигнала и поставил конечно же триггер так все замечательно и так смотрим обязательно отключаем видим что у нас напряжение поднялась до 1 2 3 до 300 вольт и после того как напряжение поднялась вижу видим какие огромные перепады напряжения до 100 вольт то есть это говорит о том что наш конденсатор сглаживающий очень плохо работает возможно вообще практически не работает давайте же сделаем поставим чисто переменную составляющую вот и посмотрим как раз на качество сигнала более развернутом состоянии так так эти замеры мы будем производить в автоматическом режиме то есть там надо будет на стоп нажать ну что запускаем так на стоп нажали все картинку зафиксировали это у нас чисто он показывает переменочку вот такой у нас сигнал получается давайте его чуть расширим вот так вот все отображается получается одна клетка 50 вольт ну то есть правильно 100 вольт у нас вот полностью амплитуда вот этих колебаний составляет хотя здесь вот показывает пик тупик 88 вольт ну да наверное да чуть чуть принципе меньше 100 вольт ну я так думаю что это большие колебания давайте же посмотрим выпаем конденсатор и узнаем какие у него параметры а потом заменим конденсаторы посмотрим насколько изменится ситуация и выпаивать конденсатор очень будет ну не просто довольно таки потому что он припаян непосредственно на плату оплата очень теплоемкая ну посмотрим как получится конечно же я паяльник выкрутил на большое на большую температуру 360 градусов они легко отпаялся да 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 он очень легко отпаялся маркировка с него слетела по всей видимости он сильно грелся нога вот от гнила по ходу сейчас я попробую вот так нанести немного припоя чтобы потом провести замеры сейчас проведем замеры так у нас маркировка слетела маркировки мы не знаем но зато мы знаем как проверить где у нас минус где плюс ставим на прозвонку смотрим по диодному мосту вот это у нас плюсовой контакт вот это минусовой контакт то есть судя по диодному мосту мы видим где у нас какой присутствует потенциал давайте же теперь замерим выпаянный конденсатор каком он находится состоянии он на 400 вольт 6 8 микрофарада да ok тестер нам все показывает вот такие значения соответственно конденсатор просто в помойку улетает он вообще своей функции не выполняет давайте же посмотрим как должен выглядеть нормальный конденсатор ну опять же это китаец у него не будут не самые идеальные параметры но вполне рабочий вариант скажем так плохо касается еще раз замеряем такие конденсаторы вполне себе работоспособные видим 47 ома и 6 половиной микрофарада утечки формально практически нет вот вот этот конденсатор можно впаять сюда и все будет я думаю поинтереснее будут показатели вот написано что на 105 градусов но не знаю действительно на 105 градусов но поставлю вообще расположение электролитов на самой плате где расположены светодиоды это не есть хорошо потому что очень сильно разогревается данная поверхность и соответственно сильно греется вместе с ним и конденсатор вот это не есть хорошо но имеем то что имеем ну ремонтировать светодиодные лампы это конечно не целесообразно это вот когда хочется каких-нибудь экспериментов когда и занимаешься этим так все я запаял сейчас надо будет проверить что я правильно все запаял чтобы не было бабаха бабахи я не люблю кому-то может быть это нравится а вот и неправильно запаял потому что здесь плюс вот здесь минус на замечательно просто просто чудесно что у меня отложилось в голове что наоборот но ладно так поэтому будьте осторожны будьте аккуратны всегда проверяйте свою работу как видите напортачить можно всегда самое главное вовремя все это проверить так снова проверяем здесь у нас плюсовой контакт до плюс здесь у нас минусовой и проверяем на кз что нигде не нигде ничего не коротит больше ну что давайте проверим какие будут сейчас пульсации на выходе нашего диодного моста мне самому очень интересно все подключаем в режиме автоматическом у нас стоит осциллограф и мы его просто остановим кнопкой стоп поехали вот такие пульсации теперь у нас получаются они улучшились конечно стали 50 вольт пик-ту-пик но все равно не идеальный вариант не идеальный вот поэтому китайские лампы с алиэкспресса сами понимаете какого качества и стоит ли брать ну в принципе в ванную комнату там в туалет в коридор вполне нормально я не помню я ее брал очень дешево поэтому я ну и как бы не переживал и знал что если немного отработает как бы не жалко и выкид выкинутых денег вот но никак нельзя под такой лампой находиться и читать книжки или заниматься ребенку в школу готовится я считаю не стоит портить свое зрение вот такие вот все равно довольно таки большие пульсации очень вредят нашему здоровью ну что вот такой вот ремонт видим что конденсатор да немного исправил ситуацию но ненамного на этом у меня все подписывайтесь на меня в яндекс джене в рутубе ютубе обязательно буду выкладывать видео в разных соцсетях по разному поэтому следите за мной на всех каналах а также смотрите меня в контакте домовой там я раз выкладываю дополнительные фотографии поищу всякие дополнительный ремонт которые не попали в обзор на видео и тому подобное поэтому если что ищите меня там иногда я отвечаю на вопросы вот всем желаю успешных ремонтов интересных экспериментов делитесь фотографиями снимайте видео введите свой блог это очень интересно я тоже смотрю ребят много интересных ремонтов выкладывают тоже оставлю комментарии поэтому не забывайте тоже оставлять комментарии и конечно же лайки подписывайтесь на меня на этом у меня все крепкого здоровья всем желаю и до новых встреч на канале домовой всем пока